С каждым днём становится известно всё больше подробностей о новой Lada Vesta FL, премьера которой запланирована на 2022 год. И на этот раз официально подтверждённая информация. А если точнее, то АвтоВАЗ начал патентовать новые детали салона для обновлённой Lada Vesta FL. На сегодняшний день приступили к регистрации патентных документов на детали интерьера обновлённого семейства Lada Vesta. Эта информация взята из базы Роспатента. В списке новых деталей салона обновлённой Lada Vesta, на которые АвтоВАЗ оформил документы, входят внутренние ручки дверей, поручни, обрамление приборного щитка, а также консоль мультимедийной системы в двух вариантах. Для базовой комплектации, конечно же, будет пустой карман. Но и для нормальных комплектаций будет ниша под экран мультимедийной системы. По всей ранее представленной информации все ожидают, что с точки зрения восприятия интерьер новой Lada Vesta станет более дорогим. Большинство автолюбителей должен порадовать увеличенный в размерах экран мультимедийной системы, ведь сейчас многие убирают штатную систему и устанавливают большой экран. В новой Vesta этого делать не придётся. Также уже подтвердилось, что в самых максимальных комплектациях даже будет цифровая приборная панель, что конечно же огромный плюс. Но вот дизайн решили оставить похожий на нынешнюю версию шкал. Также есть вероятность того, что в максимальной комплектации будет устанавливаться большой горизонтальный экран мультимедийной системы, как вертикальный планшет. Но пока в документах запатентована только обычная версия. Хотя и появились уже первые изображения такой максимальной комплектации. Судя по фото, блок климат-контроля также стал современнее и появилась цифровая информация. Выше климат-контроля расположились клавиши трёхрежимного подогрева сидений, подогрева лобового стекла и блокировки дверей. Также известно из снимков тестовых автомобилей обновлённой Vesta на дорогах России, что автомобиль получит новые цвета. Один из них это серый металлик. Этот цвет должен сменить тёмную серую окраску Плутон. На данный момент с 1 сентября за все цвета, кроме белого, доплата составляет 15 тысяч рублей. А вот сколько будет доплата к тому времени, когда выйдет Lada Vesta FL, пока неизвестно. Также напомню, что тестовые автомобили могут похвастаться новой светодиодной оптикой, которая явно даёт больше света, чем стандартная, которая устанавливается на нынешние Vesta. Также будет бесключевой доступ в салон, электропривод боковых зеркал. А также по некоторым источникам известно, что в зеркалах установлены датчики контроля слепых зон. Ну и напоследок не забываем о том, что уже давно появилась информация о новых моторах для Lada Vesta FL. А точнее, это должен быть 1.3 Turbo от Renault и обновленный 1.8 мотор, который должен выдавать после обновления в районе 130 лошадиных сил. Если сложить все в одно, то получается достаточно хорошее обновление. Остается дождаться официальной премьеры автомобиля и нового ценника. Хотя можно сразу сказать, что низким он не будет. Особенно с тем учетом, что АвтоВАЗ каждый месяц поднимает цены на свою продукцию. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова